На дистанционный режим работы перешли не только учреждения образования, но и культуры. Несмотря на карантин, библиотеки, музеи и домокультуры продолжают готовить и проводить для своих посетителей интересные мероприятия и акции. Но только в онлайн-формате. Как это происходит, узнали мои коллеги. В библиотечных залах непривычно пусто. Но несмотря на отсутствие посетителей, жизнь здесь не останавливалась ни на минуту. Сотрудники библиотеки с энтузиазмом взялись за освоение нового формата работы в онлайн-режиме. Пришлось самостоятельно осваивать программы монтажа, создания презентации. И всё для того, чтобы порадовать своих читателей, которые пока сидят дома и соблюдают режим самоизоляции. Так как мы не можем сейчас проводить мероприятия, лично читателям видеть их, то мы постарались перевести все наши мероприятия в онлайн-режим. То есть мы берём презентации, добавляем туда видео, какие-то отрывки, потом, естественно, музыку. И стараемся донести основную мысль кратко, сжатое, и делаем видеоролики. Выкладываем их в соцсетях, ведём страницы в Инстаграме, ВКонтакте у нас есть своя страница, на сайте. Ютуб-канал Управления культуры есть. Все читатели, если кто-то есть возможность, ну, есть электронная почта, они могут прислать запрос на электронную почту, если у нас есть либо такая информация, либо книга, мы, соответственно, им посылаем. В онлайн-формате работает и Славянский историко-краеведческий музей, который также приготовил много интересного и познавательного для жителей района. Славянский историко-краеведческий музей совершил переход в виртуальную реальность. На официальном сайте Славянского историко-краеведческого музея предоставлены видеосюжеты разной тематики, экскурсии по выставкам истории о прошлом и настоящем нашего города. В рамках празднования 75-летия Победы наш музей подготовил онлайн-проект, представляющий собой цикл видеовоспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Под общим названием «Лица Победы о войне по-настоящему». Каждый видеосюжет содержит фрагменты видеовоспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, которые были накоплены в течение нескольких лет. Режим онлайн-работы осваивают все учреждения культуры района. Каждая старается творчески подойти к процессу и как можно интереснее и увлекательнее подготовить разнообразные акции и интернет-презентации, постоянно совершенствуя свою работу. Наши жители, наши постоянные посетители и интересующиеся событиями и библиотечными, и культурными, и музейными, могут просмотреть большое количество уже онлайн-мероприятий на официальном сайте Управления культуры, учреждений культуры. Управление культуры сегодня есть отдельный YouTube-канал, на котором выкладываются все видеоролики. И спектр этих видеороликов очень широк. Сегодня там представлены и выступления наших юных музыкантов на патриотическую тематику. Сегодня мы проводим онлайн-конкурс детского рисунка. Тоже в виде видеопрезентации. Все это выкладывается на страничках в соцсетях, на наших сайтах. Также очень активно в эту работу включились учреждения культуры района. Работа не прекращается ни на минуту. Мы постоянно в поиске. Мы думаем совместно, как еще заинтересовать нашу аудиторию, жителей города и района, какие новые интересные продукты мы можем представить. Принять участие в онлайн-конкурсах и акциях, посмотреть подготовленные материалы и презентации можно на сайтах учреждений культуры или на официальном сайте районного управления культуры славкультур.ру. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует...